Привет, друзья! С вами снова Марк Рыбак и видеоблог Смена. И сегодня у нас литературный вечер, так как я решил посвятить сегодняшний выпуск специальной литературе по фотографии. В своих выпусках я уже затрагивал проблему того, что сложно выбрать нормальные книжки, которые действительно можно почитать. И сегодня я вам расскажу о тех книгах, которые действительно могут вам помочь стать лучше, вырасти духовно, вырасти творческие, вырасти технические фотографии. И я вам скажу, что это не будет список литературы на семестр. Это будет всего лишь 5 книжек, которых я вам сегодня расскажу. Давайте начнем. Итак, первая книжка называется «Фотография. Вопросы и ответы». Ее автор – знаменитый фотограф Ли Фрост, который написал множество литературы по фотографии. И книга эта для самых-самых-самых начинающих. Кто только купил фотоаппарат, не разбирается еще в настройках, не знает, что такое выдержка диафрагма, но очень хочет этому всему научиться. То есть, книжка рассказывает о базах очень простым, внятным, понятным языком, без лишней воды, без лишней информации. Поэтому, в принципе, даже рекомендую эту книжку детям. Если есть рвение к фотографии, можно и детям читать. Так что, очень хорошая книга для того, чтобы начать свой путь. Книжка вторая. Книжка вторая, более сложная. Это учебник. Учебник по фотокомпозиции. Книжка называется «Основы композиции фотографий». Ее автор – Лидия Дыка. Книжечка, в принципе, достаточно тоненькая. То есть, это небольшой том. И, тем не менее, в нем очень много емкой, грамотной информации о том, как делать размещение объектов в кадре. О том, как заполнять картинную плоскость. В этой книге практически отсутствует информация о технических настройках фотоаппарата. Она полностью посвящена вопросу именно композиционного размещения объектов. Написана очень классно и подкреплена хорошими, внятными иллюстрациями, которые вам дадут лучшее понимание процесса. И, если вы прочитаете эту книгу, я вас уверяю, ваши снимки станут интереснее на уровне именно их компоновки. Поэтому очень-очень рекомендую. Следующая книжка. Я вам сразу скажу, что это одна из моих любимых книг по фотографии. Ее автор, преподаватель фотографий Марк Гейлер. Она называется «Основы композиции и художественной фотосъемки». Я эту книжку встретил случайно в книжном магазине. Полистал и увидел, что это действительно очень серьезная вещь. Я ее купил и не жалею. Я скажу, что до сих пор многие мои лекции, многие мои выпуски строятся именно на этой книге. Почему я ее так обожаю? Почему я ее так люблю? Мне очень нравится ее концепция. То есть концепция книги выстроена таким классным образом. В этой книжке есть очень много полезной информации о композиции. А также есть полезная информация о том, как применять технические приемы для получения художественных эффектов и улучшения ваших снимков с художественной точки зрения. Кроме этого, книжка действительно очень круто выстроена, потому что там есть еще и задание. То есть если вы не просто читаете, а начинаете выполнять задание, то это получается такая некая игра в обратную связь с автором. То есть автор как бы учит вас и получается не просто книга, не просто информация, а определенный такой курс. Так что эту книгу я вам очень советую, но говорят, что сейчас ее сложно купить, сложно ее найти. Но тем не менее, я думаю, что в интернете, в PDF-версии можно выкачать вообще любую книгу, о которых мы сегодня будем говорить. Следующие две книжки за авторством одних и тех же людей, это Курский и Фельдман. Это два учебника. Учебника для среднеспециальных советских учебных заведений. Книжки старые, издавались в Советском Союзе. Оно очень-очень полезное. Книжка первая называется «Техника и технология фотосъемки». Там есть, конечно, совершенно несовременная на сегодняшний день информация о химико-фотографической обработке материалов. Но кроме этого, там очень много разных жанрах фотографий. И так как Курский и Фельдман очень серьезные мастера портрета, там есть огромный блок, очень полезный, посвященный именно портретной съемке. Как студийной, так и на пленэре. Поэтому я очень рекомендую, особенно для людей, которые любят фотографировать портрет. И вообще книжка очень правильная. Она действительно выстроена как учебный материал. И, ну, например, в современных таких учебников я практически не видел. Поэтому очень рекомендую. Вот. Следующая книга завтра с там тех же двух людей. Называется «Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемки». В этой книге рассматриваются все возможные жанры фотографий, их трудности, их плюсы, их минусы, зачем они вообще существуют и как в них работать. И тоже очень большой блок по портрету и по студийному портрету в том числе. Как и книжка Лидии Дыка «Основа композиции фотографий», эти две книжки вполне можно купить в Букинисте среди каких-то старых книг задешево. Ну, или, как я уже говорил, скачать в интернете. Поэтому я думаю, что сегодня я дал вам достаточно материала для прочтения. Были у меня такие комментарии, дескать, вот я не люблю читать. Друзья мои, в моем напутствии полюбите читать. Это, в принципе, легко сделать. Возьмите, перестройте свое сознание. Полюбите читать раз и навсегда. Потому что хорошему творческому автору обязательно нужно читать. И читать не только специальную литературу по фотографии, а также читать художественную литературу, анализировать, что-то впитывать, как-то выражать свое отношение к тому, что он прочитал. А сегодня с вами был Марк Рыбак, видеоблог «Смена». Подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите заказать у меня какую-то съемку, мои контакты в описании. Буду рад.